Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремитель массового варенья абсолютно любой вязальной машины с нуля. Вяжем бочка. Сегодня у нас тело бочка и соединение уже готовой головы с телом. Голова у нас есть, откладываем ее в сторону. Масса деталей, которые мы провязали для создания тела. Итак, вы получаете таблицы. Таблицы у вас на каждой страничке своя таблица. Останавливайте видео, можете сделать скриншоты, перенести их в таблицу, можете переписать каждую табличку. Видите, я каждой провязанной таблицы прикрепила свою провязанную деталь и не потеряюсь таким образом, что у меня все детали ровно так провязаны, как я хотела. Но больше мне эти таблички не нужны. Продолжение следует... Детали провязаны. Так, давайте соединять. Две детальки перед, спинка, перед, вверх, вниз. Вот так вот они соединяются. Передние лапки у нас коричневые, задние белые. Это одна деталь. Получается общая деталь животик. Со спинкой берем заднюю часть спинки, половинка белая, половинка коричневая и две вот эти непонятные детальки уголком к первой детали, уголком к второй детали. Сшиваете половинки, у вас получается вот такая вот конструкция. Это половина спины. Вторая половина спины и соединяете от прямого участка через всю спинку. После того, как соединили вот так спинку единой, единой деталью и животик единой деталью, сшиваете спинку и живот, соединяете полностью за исключением ножек. Ножки, когда у вас будут оформлены в таком виде, вот эти ноги коровьи, все зашито. Вот сюда вставляете круглые копытца. Все. Таким образом у нас получается тельце. Его надо будет набить и подшить к нему голову. Зашиваем. Зашили. Если вы все правильно связали, сложили, отдельные части к спинке, две части на животик, все совпадает. Сшили животик со спинкой. Учтите, спинка немножко больше, чем животик. Поэтому, когда вы сшиваете швы по боку, нужно немножко подтягивать полотно, либо припосаживать. Спинка немножко меньше, больше, поэтому она и получается вот такой более объемной. В общем, получилось у нас очень упитанный бычок, мощный. Спинка у него, видите, такая, нужно немножко набить неравномерно. То есть, сзади набить немножко побольше, чем спереди. Так, ставим ножки. Ножки у нас, видите, почти стоят. Но для того, чтобы их поставить, вот здесь мы можем немножко подшить вязание. То есть, вот здесь делаем защип и подшиваем ножку одну, ножку вторую. То же самое здесь. Таким образом у нас бычок встанет ровно на четыре ноги. Дальше берем голову, прикладываем и пришиваем. Точно так же. Главное подшить ее как можно более крепко. Дети, я еще не зашила технологическое отверстие для набивки. Само собой наш зашить. Приставить голову и вот наш бычок готов. Можно вставить в нос колечко, можно оформить нозры. Можно оформить ресницы. Обязательно хвост. Хвост длинный, просто руликом. Можно оформить копытца. Взять, сделать черной ниткой, здесь вот рисочку такую. Потому что мы знаем, что коровы топорно-копытные. У них копыта разделены на две части. Можно сделать зажим, у вас будет такое зажатое копытце. Поэтому осталось сделать хвост, пришить голову и оформить физиономию на ваше усмотрение. Я сделаю просто две рисочки в черном ноздре. Ставлю колечко в нос. Мне очень мысль это греет, потому что бык у нас такой брутальный получился. Подошью ножки, чтобы он стал прямо. И хвост руликом. Все, и бычок у нас готов. Продолжение следует...